Формула смысла продолжает свою работу на телеканале Соловьёвлайв на волнах радиостанции Вести-ФМ. Дмитрий Куликов в студии сейчас на связи с нашей студией. Васо Гурамович Капанадзе, политолог, политический аналитик из Грузии. Ожидаем и всё-таки узнать, что происходит в Грузии с первых рук, что называется. Мы знаем, что уже достаточно много недель там идёт такая напряжённая борьба всего лишь за закон, который существует в Соединённых Штатах. Такие ограничения существуют в Европе о деятельности иноагентов. Ну, наверное, самый последний ввела такой закон Россия. Но почему-то в лице этих самых иноагентов, как я думаю, закон против иноагентов, конечно же, является вредным. Вот. Вот это такое самое простое и самое элементарное объяснение того, что происходит. Ну, конечно, иноагентам не нравится, что появляются законы, которые ограничивают деятельность иноагентов. Ну, вот. Это же очевидно, правда? Ну, я думаю, что за этим есть ещё, за этой очевидностью, есть ещё достаточное количество подводных камней, вот, самых разных, о которых мы, конечно, и постараемся поговорить с посолом Капанадзе, вот, как только получится восстановить связь и звук в том числе. Вот. Но я думаю, что вообще то, что происходит в Грузии, имеет очень большое значение и знаковый, знаковый смысл, характер имеет. Вы меня слышите сейчас, Васо Гуромович? Я вас слышал и до этого. Отлично. И я вас теперь слышу. Ещё раз. Христос Воскресе и добрый день. Во истину Воскресе приветствую, Дмитрий Евгеньевич. — Расскажите, пожалуйста, что происходит на текущее время в Грузии, какова, что называется, диспозиция и чего нам ожидать в ближайшее время? — Ну вот, второй день, как имеют место пасхальные выходные, и, соответственно, некоторое затишье наблюдается в столице. — С глава Богу. Да, но уже с завтрашнего дня, значит, наверное, процесс вновь пойдёт по пути такому... Вновь накалится ситуация, поскольку на завтрашний вечер намечен опять многочисленный митинг противников этого закона, тех людей, которые выступают против властей, которые хотят, значит, некоторая часть из них с помощью революционного сценария сменить в Грузии власть. И, значит, лозунги «Нет русскому закону» уже постепенно сменились лозунгами типа «Нет русскому правительству», нужно менять это правительство, потому что те 83 депутата парламентских, которые проголосовали как в первом чтении, так и во втором чтении за принятие закона о прозрачности иностранного влияния, их называют изменниками страны, родины, и таким образом вот с завтрашнего дня опять ситуация будет накаляться. Ну, проблема в том, что во время этих митингов есть попытки, значит, совершать противоправные действия, значит, идти в лобовую на полицейских, значит, попытки некоторые были проникнуть в здание парламента, так что вот это все до этого, слава богу, пресекалось властями, правоохранительными органами, и можно сказать, что они, значит, действуют очень аккуратно, правоохранительные органы, и стараются соблюдать правопорядок, защитить конституционный строй в стране, и, значит, стараются беречь и самих митингующих, правда, 30 апреля, когда был самый такой напряженный день в этом плане, несколько человек все-таки были задержаны, вот, посмотрим, как ситуация сложится с завтрашнего дня, но сложности однозначно будут до 17 мая, когда закон будут принимать, рассматривать и принимать уже в третьем слушании. И это должно быть окончательное чтение, третье, а подпись президента обязательна, или там может еще застопориться закон к действию? Ну, то, что президент моментально наложит на этот закон вето, это уже известно, и то, что, значит, в парламенте депутаты преодолеют это вето, это уже тоже известно, так что закон, думаю, несмотря на то, что будут серьезные сложности на этом пути, будет принят, в отличие от марта 2023 года. Ну, вообще, конечно, удивительно, да, называют это русский закон, правительство Грузии, русским правительством. Ну, вот, я наблюдаю за всем этим, понятно, уже много лет, и я могу точно сказать, вот, никогда, наверное, за все это время настолько национального и ориентированного на интересы, собственно, самой Грузии, вот, правительства, на мой взгляд, еще не было. Если говорить об этом законе, ну, а что, есть такие, ну, агенты в общественном пространстве Грузии, которые, значит, ну, прямо вот там, российские, ну, наверное, тогда должны были бы, если есть, тогда те, кто против России, должны быть заинтересованы в том, чтобы, ну, российские агенты попадали под закон об иноагентах, правда? Если они там есть, в Грузии, да, вот, но точно там есть целые большие СМИ, политические деятели и так далее, которые годами то ли на Соросовских финансирований находятся, то ли еще каких-то зарубежных институтов. И получается, что, ну, они защищают тех, кто их кормит. Это основной мотив? Да, конечно, это есть основной мотив. Значит, в Грузии на сегодняшний день больше 30 тысяч неправительственных организаций. Если быть точными, то 30 тысяч 41 неправительственная организация. Из них около 7-8 получают больше 80% финансирования. За НПО из России, которые финансируются из России, я о таких НПО не знаю, не в курсе. Ну, там есть у нас российско-грузинский общественный центр имени Примакова, там 2-3 человека всего работают. И то, это НПО занимает, это неправительственная организация, этот центр занимается налаживанием культурного диалога, экспертного диалога между российскими и грузинскими политологами и другими, значит, ветвями общественности. Ну, вот буквально несколько их, 2-3-4, может быть, таких организаций в Грузии, которые связаны с Россией. И все. А 99% это те НПО, те медиасредства, которые, значит, не связаны с медиасредством, с этими НПО, ну и политические партии, так называемые, прозападные, тоже связаны, которые финансируются с Запада. И, естественно, они испытывают страх перед тем, чтобы не потерять свое финансирование, чтобы чрезмерное влияние, как финансовое, так и идеологическое со стороны Запада в Грузии не сокращался. И чтобы запад, коллективный запад, по-прежнему имел очень серьезные как влияния, так и контроль над общественно-политической жизнью в Грузии. Это все уже, за этим процессом мы наблюдаем уже 2-3 десятилетия. И, соответственно, вот такая серьезная напряженность. Тем более, что этим людям удалось убедить часть общественности и часть молодежи в том, что это русский закон, что таким образом страна пойдет в сторону России, а не в сторону Европы. Мы даже иногда слышим такие возгласы, что мы боимся, что завтра проснемся в России. Но это, конечно же, чушь полная и сложно на это все смотреть. И, честно, могу сказать, что части населения это все уже начинает надоедать. И, видимо, вот эта часть, которая митингует, которые выступают против принятия этого закона, против прозрачности своей деятельности и своего финансирования, испытывают терпение остальной части грузинского населения. Ну вот странно, Василий Украинский, вот Грузия по отношению к украинскому конфликту заняла, я считаю, абсолютно прогрузинскую позицию, прогрузинскую. Вот. Ни вмешательства ни в какой форме во всю эту историю. И в том числе и благодаря этой позиции, насколько я знаю, у Грузии сейчас существенный экономический рост. По всем параметрам, вот, не только транзит и туризм, но транзит и туризм растут очень быстро и интенсивно. Есть вот этот серьезный экономический плюс и хорошая перспектива развития. Ну, неужели в Грузии есть еще вот люди, глядя на всю новейшую историю, которые могут заблуждаться в том, как подлинное, правильное направление развития Грузии устроено. Я сейчас не говорю об вот том, кто это распространяет, этот бред, проснуться в России и там и так далее. Вот. Это вообще не имеет никакого смысла, это для запугивания людей. Но вот, ну, по-настоящему нейтральная, открытая широкой торговли, неконфликтная Грузия, это, ну, идеальное, так сказать, условие развития, роста, улучшения экономики, ну, всего. Это же очевидно, эти годы последние, это показали, что именно здесь для Грузии благо. И тем не менее, все равно, наплевав на благо, тогда ради чего? Ради того, чтобы с запада кормить продолжали? Получается, ради этого, во-первых. А во-вторых, по моему наблюдению, все-таки Грузии доминирует в основном эмоционально мотивированное отношение. И вот на этой эмоциональной волне, плюс финансирование, плюс идеологическое влияние, что вот Запад, страны Запада, мы ваши друзья, друзья Грузии, и пропаганда идет, что вот Россия это ваш враг, поскольку она контролирует Абхазию и Южную Осетию. Вот эта пропаганда работает. И, соответственно, плюс к этому, что около 20-30 лет прошло, как вот это финансирование, очень серьезные масштабы приобрело. И, соответственно, неудивительно, что вот такие процессы имеют место. То есть, дело зашло слишком далеко, и вот, пожалуйста, мы видим результаты. Соответственно, но на этот раз, на этот раз я практически не сомневаюсь, что, несмотря на вот такое противодействие со стороны части населения, грузинские власти полны решимости идти до конца, полны решимости принимать этот закон, поскольку, как заявил 29 апреля, ровно неделю назад, на митинге сторонников принятия этого закона и сторонников властей, основатель правящей партии и ныне, значит, почетный председатель Бедзина Иванишвили, решается вопрос, после принятия этого закона будет решен вопрос, встанет ли Грузия на путь суверенного развития, на путь укрепления своего суверенитета. То есть, либо, значит, мы пойдем по этому пути, либо, не дай бог, влияние, чрезмерное влияние, как идеологическое, так и финансовое, Запада в Грузии сохранится и, более того, усилится. То есть, вот два варианта развития, значит, ситуации. И все это, весь этот процесс протекает с прицелом на парламентские выборы, которые пройдут у нас 26 октября. 26 октября этого года парламентские выборы, да? И понятно, что вот это все, ну, по крайней мере, оппозиция рассматривает как подготовку своеобразную, в том числе и политическую, и в том числе через улицу. Очень знакомо, конечно, мы все это, все это видели, да, и на Украине мы все это видели, попытки в Белоруссии, в Грузии мы это все видели чуть ранее. Вот, будем надеяться, конечно, прежде всего на мудрость грузинского народа здесь, да, вы говорите, эмоциональное восприятие, может быть, в Грузии часто идет впереди, чем все остальное. Вы когда эти слова сказали, я вспомнил из замечательного фильма «Мимино», вот, а Валико не сумел дверь сломать. Хотел сказать, что тоже хочу, да. Вот, конечно... Тоже эмоциональный момент. Что-что? Тоже эмоциональный момент. Да, да, тоже эмоциональный момент. Вот, но, конечно, в России у нас к грузинскому народу, собственно, как к народу, как было, хорошее отношение, так и остается, и большое количество грузин живет постоянно в России. Мы не рассматриваем, ну, Грузию, как что-то нам чужое, да. Мы столько столетий жили рядом и даже вместе, вот, что мы очень хорошо друг друга понимаем. Наверное, может быть, это и бесит, ну, Запад, да, вот, ровно это, что мы можем хорошо друг друга понимать, и что мы вообще-то можем хорошо договариваться между собой, в общем-то, на равных, если нам нужно обеим сторонам. Совершенно правильно, это и бесит, поскольку, вот, можно провести простой пример, когда ровно год назад были возобновлены прямые авиарейсы между Россией и Грузией, мы помним, каким была реакция Запада, каким была реакция президента Грузии, которая, значит, заботится об интересах Запада в Грузии, они об интересах грузинского народа, они выступили сразу же против этого, значит, сразу же начали требовать прекращения этих полетов, этого авиасообщения, ну, и отмене визового режима для граждан Грузии, они были тоже явно не рады. Поэтому, вот, препятствуют эти силы общению между грузинами и русскими, а ведь, когда мы собираемся без третьей силы, можно сказать, вот, например, за столом, там такое единодушие творится, что я редко такое наблюдал между представителями других национальностей, когда собираются представители других национальностей. Поэтому, действительно, всячески препятствуют нашему диалогу между нашими представителями наших стран, не говоря уж о представителях властей. Мы помним, что бывший президент Маргуллашвили как-то раз выступил с инициативой, что вот я хочу пообщаться с представителями российских властей, и очень быстро ему указали, что не стоит этого сделать с Запада, и он перестал, значит, об этом уже говорить. Уж не говоря о том, что, ничего не сказав о том, что президент нынешний Соломезу Рабишвили даже ни разу не издевил желание пообщаться со своими коллегами в России, пообщаться с российским президентом, с представителями других властных структур российскими. Поэтому ничего удивительного в этом нет. И часть населения живет как раз вот в условиях такого комплекса, что с Россией не стоит вообще общаться. Как будто России нету, как будто нету процесса, когда от однополярного мира мы уже очень быстрыми темпами идем в сторону многополярного мира, как будто нет противостояния от цивилизационного характера на Украине. Поэтому желательно, чтобы те люди, которые выступают сейчас против принятия закона о прозрачности иностранного влияния, все это начали осмысливать, о чем я сейчас говорил. И я думаю, что все-таки после принятия закона постепенно придется привыкнуть к тому, что нужно более масштабно мыслить и исходить из того, что Россия – это наш сосед. Да, мы имеем серьезные разногласия определенные в плане территориального устройства Грузии, но со временем можно и это преодолеть. Было бы желание и были бы серьезные хорошие отношения между представителями официального Тбилиси и официальной Москвы. Да, я с вами абсолютно согласен. Вы упомянули президента Грузии, госпожу Зурабешвили, а я вот просто не знаю, я подумал в этот момент. Она же вроде бы обладает гражданством Франции, да, или я ошибаюсь. А можно быть президентом Грузии, имея два гражданства? Получается, можно, да? Получается, можно. Важно, чтобы это было западное гражданство. Я думаю, что просто, может быть, госпожа Зурабешвили видит, что в ограничении закона об иноагентах, ну, содержится какой-то намек на то, что, может быть, не очень хорошо, когда президент суверенной страны обладает еще каким-то гражданством. Неважно каким, французским или российским, или еще каким-то. Ну, в общем, так, для независимой суверенной страны. Может, она этот намек видит в этом законе и обижается? Понимаете, Дмитрий, тут дело даже не в намеке. Тут дело в том, что нынешний премьер-министр Грузии Иракли Кубахидзе прямо заявил, что, открытым текстом, публично заявил, что как раз президент Грузии является, значит, агентом иностранного влияния. Вот вам и ответ на этот вопрос. Человек, называющий себя президентом, ну, являющийся сегодня президентом, хотя представителей грузинской мечты уже не признает. У нас оборвалась связь. Нет, нет, восстановилась, да, да. Есть связь, есть, да. Завершайте, пожалуйста, вас. Да, да, да. Значит, она и есть агент иностранного влияния. Соответственно, неудивительно, что выступает против этого закона, и то, что она стала президентом благодаря правящей партии Грузии, а сейчас правящая партия не признает ее как президента, значит, и заявляет, что на международных форумах она представляет не страну, а самого себя, ну, неудивительно тот, значит, неудивительно та реакция, которая, значит, имеется со стороны президента в отношении этого закона. Так что все логично, но думаю, что мы все-таки не свернем с этого пути суверенного развития, и проходим очень сложный путь, Грузия проходит очень сложный путь, но, как известно, дорогу осилит идущий. Спасибо. Восок Апанадзе был на связи со студией Формулы Смысла. Я сейчас всем говорю до свидания. Продолжение следует...